Арусия Кохакя Нашу работу! Поехали! Наши трубочки будут из слоеного теста. Рецепт у меня на канале можете найти. Друзья, еще что очень важно, после морозилки сразу снимите пленку. Ну, то есть заверните в новую пленку, потому что там очень холодный воздух. И после того, как температура внутри изменится, там может накопиться конденсат. И поверхность теста станет влажным. Чтобы этого избежать, сразу меняем пленку или пакет. Я заметила, что очень многие раскатывают тесто квадратом для трубочек. Я делаю вот такие прямоугольные, продолгоматые прямоугольники. Раскатывают достаточно тонко, так как тут у нас нет задачи получить хорошие слои. Снимаем края. Но они всегда тут не очень слоеные. Вот так. Теперь делим на полоски. Ширину решайте сами. Я люблю, чтобы они были не очень широкие. Из одной этой ленты у нас получится одна трубочка. Чтобы не прилипло к конусу. Начинаем вот отсюда. Вот так. Немножко помогаем себе пальцами. И получаем форму конуса. Вот так. И начинаем формировать нашу трубочку. Тут очень важный момент, друзья. Не нужно тянуть, не нужно растягивать это тесто. Слоеное тесто этого не любит. Оно совершенно не эластичное. Имейте это в виду. В духовке у вас тесто может порваться, могут появиться трещины, а это некрасиво. Вот так. Немножко поднимаемся на предыдущий ряд. Немножко. Вот так. Вот такая трубочка у нас получилась. Среднего размера. На противень выкладываем швом вниз. Потому что это тесто слоеное и будет некрасиво, если там откроются слои и так далее. Нам это тут не нужно. Защипываем вот этот край, чтобы было красиво. Кстати, трубочки получаются не из каждого слоеного теста. Потому что очень много есть рецептов, когда тесто получается не таким устойчивым. Ломкие получаются изделия. Из такого теста у вас трубочки красиво форму держать, конечно, не могут. Теперь смазываем желтком, чтобы они красиво блестели. Для этого мы к желтку добавляем растительное масло и молоко. Чайная ложка растительного масла. Молоко немножко меньше, чем чайная ложка. Вот так я фиксирую швом вниз. Внизу смазывать не будем, потому что там образуется яичница. И вот так, не пропуская ничего, смазываем. И все. Как уже сказала, швом вниз. Туховка у меня включена. Буду печь при температуре 180 градусов. Обычно слоеное тесто я пеку по другому температурному режиму. Но тут перед нами нет задачи получить красивые слои. Вот почему нам нужно, чтобы они просто хорошо пропеклись и блестели. Трубочки уже готовы и остыли. Пока не остынут, я вам не советую их трогать, потому что они в горячем виде очень хрупкие. Я их буду наполнять белково-заварным кремом. Самый легкий способ его приготовления у меня найдете в отдельном видео. Ссылку на этот крем оставлю под видео. Друзья мои, если хотите, чтобы они получились красивыми, нужно слоеное тесто для трубочек раскатать очень-очень тонко. Даже если вы уже вырезали ленточку и уже хотите намотать на конус, но вам показалось, что она недостаточно тонкая, можете в этом видео уже именно эту ленточку раскатать еще раз. Ну а с вами я прощаюсь. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok